Вы находитесь в Волгодонске, да? Да. Мы это запишем для всех. Я так понимаю, вы бы тоже хотели, чтобы все научились улучшать свой сон, да? Сколько вы не спите? Пять месяцев. А почему вы не спите? Ну, сначала у меня... Если это секрет, не говорите. Нет, это не секрет. Просто у меня от ковида поумирала сначала подруга, потом свекров, потом ее сын умер. И вот это на нервной почве. Потом я заболела, вроде как почки заболели. Потом на нервной почве похудела на 13 килограмм, и сон пропал, и все. Анализы все сдаю, все нормально, все. А спать не могу. Аппетит пропадал. А как вы ко мне вообще попали? Мне знакомый посоветовал ваш метод, ключ. Сказал, что попробуй... У меня еще страхи вот эти возникли, заболеть ковидом, и все вот это вот на фоне всего этого. И он говорит, там как раз, говорит, по-моему, для тебя вот есть от страха, все, попробуй, может тебе поможет знакомый. Я начала видео смотреть, ликбезы, все, и начала заниматься вот этим вот всем. Когда это было? Ну, две недели где-то приблизительно. Понятно. Но вы знаете, что мы не клиника и не лечим. Да, 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 я знаю, да. Очень хорошо. И что вы делали, и что происходило? Я делаю упражнения, как вы учили, вот, ну, самое простейшее, ну, как вы сказали, прислушиваться к организму, что он делает, хочет, то и делает. Я вот начинаю, например, вот с этих махов, да, вот с этих вот... А потом уже, как бы, я, как бы, отключаюсь немного, и организм уже сам начинает плакать, у меня истерика начинается, слезы текут. Правильно, правильно, разгрузка идет. Правильно, правильно. Если вы накопили столько напряжения, столько не спите. Разгрузка идет, конечно, слезы идут, но это надо отпустить, чтобы слезы шли. Не надо противоречить этому, блокировать. Это разгрузка называется. Надолго меня не хватает, где-то минут 15 вот это вот все я делаю. Потом я быстро устаю, потому что сильно похудела, и с ощущения идет. Сейчас, секундочку. Потом надо просто сесть, ни в коем случае. Иди в волну, волну, сажусь и волну делаю. Да, 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 сидя, сидите вот так и болтаетесь. И переживайте, соединяйте переживания с колебаниями. Вот это соединяйте, не боритесь с собой. А потом начинаю массаж делать. Спи, шею. Правильно, точечки находите, да, точечки находите, которые болеют. Я ее массирую. Вот, потом у меня вот тут болит, вот тут болезненные места нашла, массирую. Потом уши массирую, как мы говорили, нос. Уши надо разминать мягко, без всякого фанатизма. Это скорая помощь. Когда у человека страхи, когда у человека давление повысилось, ни с того, ни с сего. Ну, вот акра очень мягко, мягко, без всякого такого. Никогда не надо делать над собой никаких усилий. Никогда не надо напрягаться излишне. Вот вы когда ботинки покупаете в магазине, вы же по размеру покупаете, чтобы они вам не жали. И поэтому приемы по ключу надо подбирать действия, которые вам не жмут, условно говоря. То есть именно приятные, именно легкие, именно простые, и поэтому они безвредные. Именно вы идете по коридору подбора действий путем перебора. Именно по своему ощущению вы ищете комфортность. И при этом у вас и слезы могут пойти, а у кого-то не пойдут слезы, а у кого-то сонливость пойдет. У каждого по-своему. И так если делать в удобное для себя время несколько дней подряд, то вы обретете способность спать нормально, и станете более спокойны, уравновешены. Это способ обретения гармонии в себе. А вы как делали, вот сколько дней вы так делали? Ну я сначала начала пробно, смотрела ваш старый, еще с советских времен записан, а там под музыку вы показываете. Вот начала с того. Это я советское телевидение, я еще показывал программе «Помоги себе сам». Вот там я вместе со всеми пыталась сделать, и как бы оттуда вот начало. И потом начала два раза делать, утром и вечером. А сейчас стараюсь три раза сделать еще, чтобы в обед, потому что у меня получается, ну вот это вот все у меня минут 15 получается, и массаж вот это вот, все это тоже еще минут 15 получается. Ну пока я восстанавливаюсь, как вы говорите, вот это вот все. И получается где-то в общем 30 минут в общей сложности как бы. Ну вы смотрите, вы делаете, говорите, утром, в нем и вечером. Ну вот, например, утром вы делаете или вечером. Вы себя заставляете это делать или вам хочется? Нет, не заставляю, мне хочется. Мне хочется это делать, и я как бы чувствую, что мне от этого легче. У меня вот спина как-то вот начинает вот так вот вытягиваться. Я вот когда делаю, она сама вытягивается, как бы шея. Вот у меня проблемы, она тоже. Вот сегодня как-то на бок ее скривила, и вот сегодня вот ее как-то крик, все время кривила ее как-то, потому что вот тут вот болит у меня вся правая сторона. Понятно, вот я вам скажу, цигуни, цигуни, например, есть такой спонтанный танец. Когда они начинают делать упражнения цигуна, если они легко входят в это состояние ресурсное, состояние ци, ну вот это состояние энергии, ну так называют, то в этом состоянии организм сам начинает подсказывать всякие движения, и там человек танцует. У Шаманов тоже такое есть. Там танцуют. И почему там происходят именно такие движения? Почему вас потянуло именно голову сюда? Там, видимо, проблемы. И потому что в этом состоянии происходит раскрепощение, освобождение от нервно-мышечных зажимов, и происходят вот эти движения. Они, это по векторам напряжений происходит, там, где происходит снятие зажатости. Но надо контролировать этот процесс, чтобы это было мягко, потому что ни в коем случае не надо там позволять, чтобы вдруг организм давал такое движение, такое сильное. Вы не подготовлены, вы не спортсмен. Я вот смотрю сейчас на видео, некоторые там рекомендуют шею напрягать. Не надо ни в коем случае. Надо, наоборот, все делать мягко, приятно. Именно идти по критерию максимальной приятности. Это и есть путь к свободе, к себе. И снятие нервно-мышечных зажимов. Чем занимался и Станиславский для актеров. Чтобы снимали нервно-мышечные зажимы. Просто он тогда не знал этих приемов. А он йогой тоже интересовался. Там в йоге тоже есть упражнения для снятия зажимов и так далее. Просто включай это быстрее. Так, и что вы получили за это время? Какой результат? Какая динамика? Вот вы делали там... Сколько вы делали? Две недели где-то приблизительно. Да, и что происходит? Я стала чувствовать себя получше. Вот, как бы общее состояние лучше стало. Вот. Син как бы прибавляется. Но вот со сном вот тут вот как бы тяжеловато. Вот все-таки сон никак вот не хочет нормализоваться. Может, конечно, еще маленький период. Но вот в три часа я обязательно просыпаюсь. Вот в три часа. И все. И потом я уснуть уже не могу. То вот как бы не старалась, бесполезно. Сейчас я вам подскажу. Сейчас я вам подскажу. Значит, когда вы встали в три часа, то вы потом просто можете походить или можете просто шалтай-балтай поделать. Потом перед сном опять размять точечку хайгу, которая у нас есть. Руку сверху положите на эту руку. И просто немножечко помните. Просто немножечко помните эту точку хайгу. А потом еще раз ушки разомните. Потом еще раз чуть-чуть волну сделайте. Ну, там и можно ключевое дыхание одну минуту. А дыхание я все время перед сном. Я вот как ложусь спать, я сразу начинаю делать дыхание. Вот это вот. Потом засыпаю. Когда вот просыпаюсь, тоже начинаю дыхание это делать. Но вот иногда оно как-то в сон идет. А иногда вот как-то оно в сон не идет, а наоборот. Вроде как дремлю-дремлю. Вспомнил, наверное, что про дыхание. И оно наоборот выгоняет меня из сна почему-то. Бывает, бывает. Потому что вы сколько, говорите, месяцев не спали? Пять месяцев. Пять месяцев не спали. После смертей, да? Да, да, да. Род с витников. Потом я заболел в почве. А потом на нервной почве. Начала вес терять. Еще больше паника пошла. Вес теряю. Как бы у меня лишнего не было. Сейчас, сейчас. Еще раз повторяю. Мы не клиника. Мы не клиника. Этот метод для здоровых. И для того, чтобы здоровые не болели. Если кто-то, допустим, психосоматически получил какие-то нарушения. Этот метод для того, чтобы корректировать их. Когда человек это делает сам. Без посторонней помощи. Но зная как. Но зная как. И поэтому у нас на канале очень много роликов. Там есть бесплатные ликбезы. Туда надо выходить. Задавать вопросы. Объявления мы всегда даем. И я вам сейчас помогу. Когда вы незаметно или неожиданно для себя ночью проснулись. А потом не можете опять уснуть. И если вы разомнете ушки. Походите туда-сюда по комнате. Опять приведете себя в порядок. Пять месяцев не спать. Две недели делать эти упражнения. Конечно, еще мало времени. Но я вам хочу сказать. Главное. Когда вы делаете волну. Когда вы делаете волну. И когда к вам приходят из памяти неприятные мысли. Не гоните их. Вы пускайте. И вы заметите через несколько минут. Что вы уже к ним относитесь спокойнее. Потому что к проблемам, которые у вас были. Утрата. Близкие умерли. Болели и так далее. Болевые начнете относиться. Ну, как будто прошло 10 лет. Время лечит. Вы же знаете. Время лечит. Но когда мы делаем вот эти упражнения. И приемы ключа. Особенно снимаем зажатости. И потом делаем волну. Делаем одну минутную ключевое дыхание. Все. Подбираем себе как ботинки в магазине по размеру. Мы потом замечаем, что мы сократили время. Не 10 лет надо, чтобы мы наконец стали спокойнее к этому относиться. Как время лечит. А, допустим, 2-3 недели. Вы еще сделаете недельку. И будете уже хорошо спать. А вы имеете ввиду отпускать проблему. Это имеется ввиду просто о ней думать, да? И она сама уйдет. Или как? Вот вы. Когда у вас проблемы, которые вас заставляют переживать. Если вы переживания соедините с этими упражнениями, например, с колебаниями, с волной. Вот когда вы соединяете переживания с колебаниями, это снимает напряжение. И поэтому, когда вы переживаете, вы продолжаете переживать. Думаете, о чем думаете. Вы когда делаете волну, мысли, допустим, плохие пришли. Вот они всплыли, плохие там, умерли, утраты там. Не гоните эти мысли. На волне продолжайте переживать. И когда вы соединяете переживания с колебаниями, вы заметите, что через несколько минут вы стали спокойнее. А когда вы с ними боретесь, с этими мыслями, они все время у вас происходят лобовое столкновение, как говорится. Не надо создавать внутренний конфликт. Вы же на волне в защищенных условиях. Это как мама ребенка качает. И еще я хотела сказать, я вот, мне, вы знаете, вот когда я именно в постели, мне больше нравится, знаете, вот нога на ногу, и я вот как бы ими... Правильно. Да, кто-то делает руками, кто-то делает ногами, а кто-то дирижирует, лежа в постели. По-разному, кому как нравится. А я вам смотрю, а я вам смотрю, вы сейчас улыбаться начинаете. Вы позитивный человек, просто улыбаетесь и все. Оно улыбается взаимно. Ну, понятно, понятно. Мне иногда говорят, с вами, конечно, легче. Но, естественно, когда я подсказываю сразу по ходу событий, я вижу реакции, есть обратная связь. И в интернете, когда у нас ликбезы бесплатные проходят на канале, там, когда люди выходят в Zoom, мы же там ссылку во время трансляции сбрасываем, и объявления пишем, когда будет бесплатный ликбез, там, через день, через два и так далее. И вот, когда они выходят в Zoom, они говорят, ой, как с вами легко становится, вы такой волшебный доктор, туда-сюда. Я-то доктор. Но я же там не лечу. Я просто подсказываю. Между прочим, я подсказываю то самое, что они сами всегда в жизни делают. Инстинктивно, например, женщина, когда сидит, вяжет, вяжет, она тоже слегка входит в эту монотонию, она продолжает думать, о чем думала, но при этом становится спокойнее, спокойнее, вяжет. Кому-то нравится ввязать, а у кого напряжение очень сильное, может быть, и по столу пальцами стучит там, или там дергает плечом. Это зависит от исходного состояния. Вот метод саморегуляции ключа – это как раз-таки и наука, и искусство подбора для себя лично индивидуальных действий, которые снимают стресс. А когда человек снимает стресс, он выходит на такое состояние безмятежности, когда у него начинается восстановление. Организм восстанавливается, когда у него включается состояние покоя, безмятежности. И надо просто понимать, что для того, чтобы это освоить, 30% это осваивают сразу, а 70%, может быть, у них были травмы какие-то, были стрессы какие-то, которые не досыпали. Ну да, им надо больше времени, потому что у них здесь зажато, там зажато, может быть, они там падали когда-то в детстве, а может быть, родились с травмами какими-то, у мамы родовые травмы были. Ну, разные причины бывают. Ну, в принципе, 30% сразу, а остальные нуждаются в том, чтобы им подсказали. Подсказали эти приемы, чтобы они перебирали эти приемы, примеряли их себе по 10 секунд, по 20 секунд. Ну, попробовали, например, вот плавательные движения, попробовали боксерские движения, попробовали там на скане, на коне как бы скакать, попробовали как бы на барабане стучать, попробовали как бы вязать, перебирайте приемы, подобрать именно свое, на чем вы западаете, что вам приятно, и продолжайте это. Кому-то нравится дирижирование, а кому-то нравится плавание, а кому-то нравится на лыжах. Вот он сидит и делает такое движение, или стоит и делает такое движение. И я вам сейчас много-много рассказал, и я надеюсь, кто нас послушал, тоже понял и вспомнит, какие движения ему в жизни очень нравились. И оказывается, сейчас, если сидя дома, например, или когда нету снежной горы, он может повторить лыжные движения, не выходя из квартиры. Ну, к примеру, я просто говорю, что ключ нужен тогда, когда у вас нету фитнеса, тренингов, центра нету, когда нету у вас каких-то инструментов, волейбольного мяча нету, или нету теннисной ракетки. Ну, вы можете это все моделировать и подбирать себе эти действия, которые вам подходят. Как я говорил, как ботинки в магазине по размеру. Если вы это будете делать одну минуту, это будет прием. А если будете делать пять минут, десять минут, это будет упражнение. И делать именно то, что вам приятно. Никакого насилия на цены. Не хочется делать, не делайте. Понимаете? Я держу, слушаю к организму, и вот он что мне как хочет, то я и делаю. Вот какое-то вот такое упражнение, вот такое, вот так вот, то вот так. Вот я вообще, в основном вот у меня руки снизу, потому, видимо, здесь вот проблемы, и поэтому сильное еще вот махание. А так вот поднимать они не хотят еще. То есть, видно, там проблем еще много. Да-да-да, вы так мягко-мягко проработаете. Самое главное, еще раз повторяю, чтобы не было вреда, не надо никакого насилия над собой. Никаких напряжений специально делать не надо, ничего не надо. Ищите, как приятнее. И вы заметите, что это путь к здоровью. И к творчеству, между прочим. Вам надо открыть свои таланты, которые у вас, из-за того, что вы не спали столько времени, переживали столько времени, наверное, вы ничем любимым делом не занимались, да? Нет, я в основном очень плохо была, я в основном лежала, если очень слабость была большая, в основном лежала. А что вы любите больше всего делать, на чем мечтать? Я хочу сказать, знаете, главное, вот когда вы выходите на волне, на состояние безмятежности, когда уже проходят неприятности, и вам становится спокойно, безвременье такое, бесконечности. Вот в этот момент помечтайте. Помечтайте о желаемых изменениях в себе, в своей жизни. Помечтайте, какой вы хотите быть, какой вы хотите быть и здоровой, а вы красивая дама. А еще красивее, да, еще красивее. Какая у вас походка, какая у вас улыбка. Вы о чем помечтаете, такими, знаете, как художник рисует смело, свободно, мечтая, вы так помечтаете, и у вас гормоны начнут включаться. Если вы вспомните детство, что вы любили? Через скакалку прыгать, в классики играть, холохоп крутить там, или через козла прыгать, или там по канату лазить. И вы можете, вспоминая это, восстанавливать тот детский гормональный фон. И начнете молодеть, только слишком не молодеть, а то муж потом вас из дома выгонит. Я начала когда-то заниматься, но я вообще и раньше как бы у меня такое возникало, а сейчас стало возникать желание вот рисовать, писать, вот хочется взять кисточку и рисовать. Хотя никогда в жизни я кисточками вообще к этому не имею никакого отношения, и даже знакомый никто. Что вот желание, вот что-то вот, именно чтобы краска была такая густая, вот что-то вот рисовать, вот стало возникать желание. А сама думаю, да я даже не знаю, как к этому подходить, я никогда с этим не сталкивалась. А вот это желание стало возникать. Давайте, давайте, начинайте, рисуйте, рисуйте. Самое главное, вот знаете, когда начинаете рисовать, рисуйте так, как будто вы на самом почетном месте, как будто вы гениальный художник. Потому что, когда вы чувствуете, что вы гениальный художник, у вас открываются возможности. А когда вы думаете, а вдруг я не смогу, у вас они закрываются. Поняли? Да, позитивное мышление, да. Конечно, вам надо поверить, потому что вы на самом деле талантливый человек. Я же вижу по вас. Вообще люди все талантливые, вообще-то. Просто не все в это верят, потому что их не так учили, может быть. Ну да. Я вам желаю здоровья, счастливого творческого настроения. Мужу привет. Нет, давайте мы так сделаем. Вы недельки через две тоже выходите, и мы с вами снова запишем ролик, мы посмотрим результаты. Хорошо. Ну что, договорились. Всего доброго. Всего доброго. И вам успехов, и всего самого начала.